Противотанковые системы «Джевелин», пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, наземную и водную технику, а также водолазное снаряжение Украине передала Эстония. Министерство обороны Балтийской страны объявило о новом пакете военной помощи. Однако из соображений безопасности точное количество вооружения Таллин не сообщил. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах. И этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока наступит победный конец. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии, из сообщения на сайте Министерства обороны Эстонии. Чтобы гарантировать бесперебойное производство боеприпасов и военной амуниции для Украины, Европейский фонд мира должен быть увеличен до 20 миллиардов евро. А в этом накануне заявили сразу несколько министров иностранных дел стран Европейского Союза. Я поддерживаю предложение Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о 20 миллиардам фонде мира, который, как следует из названия, представляет собой европейский оборонный бюджет. Европейская оборона – это идея, время которой пришло. Этот пакет в 20 миллиардов евро будет разделен на 4 года, по 5 миллиардов каждый год. Это посылает сигнал промышленности. Если мы договоримся о ежегодном финансировании, то пошлем отрасли правильный сигнал. Финляндия призывает к максимальной сумме фонда мира, которую мы можем достичь. Основная идея заключается в том, что, помогая Украине, мы помогаем себе. И мы наращиваем нашу собственную оборону и наше собственное сдерживание, в том числе и на будущее. Чрезвычайно важно, чтобы мы наращивали оборонную промышленность. Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия. Об этом в эфире марафона «Еды не новыны» рассказал Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины. Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. Это очень важно. Мы имеем уже поставляемые компоненты польского оружия. Нам нужно больше. Сейчас страны-соседи говорят о том, чтобы не только поставлять польское оружие, но и производить его совместно украинскими и польскими производителями и предпринимателями. Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины, в эфире марафона «Еды не новыны».